Добрый день, дорогие ребята! Продолжаем уроки русского языка. Тема сегодняшнего урока Сложно подчиненные предложения с предаточными места и времени. Цель нашего занятия познакомиться с обстоятельственными предаточными места и времени. Научиться отличать предаточное времени, место от предаточных, определительных и изъяснительных. А также формировать умение расставлять знаки припинания в предложениях и строить схемы. Давайте вспомним виды сложно подчиненного предложения. Сложно подчиненное предложение делится на три вида. Первое – это сложно подчиненное с предаточным определительным. Второе – это с предаточным изъяснительным. И третье – с предаточным обстоятельственным. Каждая группа соответствует конкретному, одноименному, второстепенному члену предложения. Определению, дополнению или обстоятельству. Рассмотрите данные обобщенные схемы сложно подчиненных предложений с предаточным определительным и предаточным изъяснительным. На первой схеме мы видим, что предаточное определительное относится к существительному или к слову, которое выступает в значении существительного. При нем могут быть также указательные слова «тот», «таков» в главном предложении. Предаточное определительное присоединяется к главному при помощи союзных слов «который», «какой», «кто», «чей», «что», «где» и «других». Отвечает на вопрос «какой». Предаточное изъяснительное отвечает на вопросы косвенных падежей. Относится к глаголу существительному или прилагательному со значением мысли, речи, чувства в главном предложении. При этих словах также могут быть указательные слова «то». Союзы и союзные слова, с помощью которых прикрепляется предаточное изъяснительное – это «как», «будто», «что», «бы», «что», «кто», «где» и «другие». Предаточные обстоятельственные делятся на следующие группы. Это образодействия, степени, места, времени, условия, причины, цели, сравнения, уступки и следствия. Соответствуют они второстепенным членам предложения обстоятельствам, отвечая на те же самые вопросы, что и обстоятельства. Сегодня мы с вами поговорим об обстоятельствах места и времени. предаточные обстоятельственные места указывают на место, пространство, где совершается то, о чем говорится в главном предложении. Предаточные времени указывают на время протекания действия, о котором говорится в главном предложении. Рассмотрим те отличительные признаки предаточных мест и времени, по которым мы обычно определяем тип предаточного. Предаточное место отвечает на вопросы где, куда, откуда. Прикрепляется ко всему главному предложению. Прикрепляется при помощи союзных слов где, куда, откуда, которые, обратите внимание, соответствуют вопросам. Находятся как внутри главного предложения, так могут стоять перед главным предложением или после него. Предаточные времени отвечают на вопросы когда, как долго, с каких пор, до каких пор. Также присоединяются предаточные ко всему главному предложению. То есть от всего главного предложения мы задаем вопрос. Прикрепляется при помощи союзов когда, едва, пока, перед тем как, до тех пор, пока, с тех пор как, как только, в то время, как. Находятся также до главного предложения, после главного предложения или внутри главного предложения. Давайте внимательно рассмотрим данные предложения и найдем отличия, строения и значения этих предложений. Итак, перед нами предложение «Медведь остановился там, где только что стоял лось». первое предложение и второе «Медведь остановился на той поляне, где только что стоял лось». Чем отличаются эти предложения? Они очень похожи, но во втором предложении появляются существительные поляне, которые конкретизируют значение того, где именно происходит действие. И в первом и втором предложении мы видим союз «Где?». Давайте определим тип данного предложения и внимательно рассмотрим схемы. В первом предложении «Предаточное, где только что стоял лось» относится ко всему главному предложению «Медведь остановился там». Имеется указательное слово «там», которое помогает нам правильно поставить вопрос. «Медведь остановился там, где там, где только что стоял лось». Итак, перед нами предаточное место. Во втором предложении «Предаточное, где только что стоял лось» относится к существительному поляне с указательным словом «той», который тоже помогает нам правильно поставить вопрос. Поляне той, какой поляне, где только что стоялось. Итак, перед нами предаточное определительное. Рассмотрим еще два примера по тому же самому алгоритму. Первое предложение. Алексей почувствовал себя по-настоящему здоровым, когда распустилась сирень. И второе предложение. Алексей почувствовал себя по-настоящему здоровым в мае, в то утро, когда распустилась сирень. В первом предложении предаточное «когда распустилась сирень» относится ко всему главному предложению. Алексей почувствовал себя по-настоящему здоровым, когда распустилась сирень. Отвечает на вопрос «когда» присоединяется при помощи подчинительного союза «когда». Итак, перед нами предаточное времени. Во втором предложении мы видим тот же союз «когда». Давайте посмотрим, будет ли это предаточным и тоже предаточным временем. Алексей почувствовал себя по-настоящему здоровым в мае, в то утро, когда распустилась сирень. Предаточный «когда распустилась сирень» относится к существительному. Утро с указательным словом «то». Утро какое? То утро. Какое утро, когда распустилась сирень? Итак, перед нами предаточное «определительное», так как оно отвечает на вопрос «какое?», относится к существительному, имеет при себе указательное слово. Стоит сразу после определяемого слова «утро». Теперь, ребята, поработайте самостоятельно. Остановите видео, запишите данные предложения, расставьте знаки препинания и определите тип предаточного предложения. Давайте проверим работу. Первое предложение. Мы не знали, где остановимся на ночлег. Предаточное «где остановимся на ночлег?», потому что в нем находится подчинительный союз «где?». Стоит данное предаточное после главного «мы не знали». Отделяется от него запятой. Второе предложение. Там, куда река пошла, и будет русло. Предаточное «куда река пошла?», стоит внутри главного предложения «там и будет русло», выделяется с двух сторон запятыми. Третье предложение. Как хорошо было свежее и туманное утро, когда тени деревьев лежали далеко на воде. Предаточное «когда тени деревьев лежали далеко на воде», стоит после главного «как хорошо было свежее и туманное утро», отделяется от него запятой. «Когда граф вернулся, Наташа неучтива, обрадовалась ему и заторопилась уезжать». Предаточное «когда граф вернулся?», именно в нем мы видим подчинительный союз «когда?», стоит перед главным предложением «Наташа неучтива, обрадовалась ему и заторопилась уезжать», и эти два предложения отделяются запятыми. А теперь выполните еще одно задание. Для этого также спешите предложение, расставьте знаки припинания, определите тип предаточного предложения и постройте его схему. Давайте проверим работу. В первом предложении «где некогда все было пусто, голо, там ладая роща разрослась». Предаточное предложение «где некогда все было пусто, голо», относится ко всему главному предложению «там ладая роща разрослась», отвечает на вопрос «где?», «там ладая роща разрослась», «где разрослась?», «где некогда все было пусто, голо». Это предаточное место. Стоит предаточное перед главным предложением, отделяется от него запятой. Внутри главного также есть однородные члены предложения, которые тоже нужно разделить запятой. Это пусто-голо. Второе предложение. Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных. Предаточное предложение, где я провел изгнанником два года незаметных, относится к словосочетанию уголок земли с указательным словом тот. Тот уголок земли, какой уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных, отвечает на вопрос, какой является предаточным определительным. Стоит после главного предложения отделяться от него запятой. В третьем предложении. Я вернусь, когда раскинет ветви по весеннему наш белый сад. Предаточное предложение. Когда раскинет ветви по весеннему наш белый сад, относится ко всему главному. Я вернусь, я вернусь, когда, когда раскинет ветви по весеннему наш белый сад. Отвечает на вопрос, когда. Это предаточное времени. Стоит предаточное после главного предложения и отделяется от него запятой. Впереди, где осталась роща, стояли березы. Предаточное, где осталась роща, отвечает на вопрос, где, относится ко всему главному предложению. Впереди стояли березы, где стояли березы, где осталась роща. Стоит предаточное внутри главного предложения, поэтому с двух сторон выделяется запятыми. И в последнем пятом предложении. Иван Ильич спросил, где находится штаб. Предаточное, где находится штаб, относится к глаголу в главном предложении. Спросил, о чем, где находится штаб. Отвечает на вопрос косвенного падежа. Это предаточное, изъяснительное. Проверьте, правильно ли вы построили схемы. Итак, наше занятие подошло к концу. Предлагаем вам выполнить домашнее задание, упражнение 145 по учебнику и отправить его на мой электронный адрес, который указан в инструкции. Сроки выполнения задания тоже указаны в инструкции. Желаю успеха. До новых встреч. Продолжение следует...